как оливки оливки но он говорит на оливки хорошо берет они вкусные я говорю это кто-то стебанулся просто да он вроде рыбак профессионал вот поэтому стебанулся клюнет никто это что думаете ничего не поймается конечно нифига себе вот это это кто сосиски не клюет здрасте чего клюет как клюет хочу с лопатой а да я работал тут недалеко думаю я вообще не рыбак так вчера с димоном сидели в гараже он говорит да иди попробуй порыбачить вот берег вдоль берега лучше борется или можно если без прикормки то лучше до повдой травы я взял чуть-чуть прикормки он тут этот такой насыпал там хлеб ну мне друг подсказал горит хлеб чуть-чуть от мочи его в этой в филон эти взял как оливки оливки но он говорит на оливки хорошо берет они вкусные в комментариях вы часто пишите а смогу ли я поймать рыбу на жвачку смотрите так о клюет поймал смотрите вероятность небольшая но зато высокие коэффициенты как у моих друзей из ван x кстати 5 марта состоится отличный матч английской премьер-лиги ливерпуль будет играть с манчестер юнайтед и уан x на этот матч коэффициенты что надо а еще у них пополнение без комиссии регистрация в один клик без паспорта ставка без риска и моментальный вывод без потерь на большинство платежных систем и самое клевое по моему промокоду ты сможешь получить бонус до 25 тысяч рублей на первый депозит для новых игроков переходи по ссылке в закрепленном комментарии рыбач и болей за любимые команды с пользой еще чуть-чуть там это оставалось беленькой промочился он мне просто ролик показывал там сон с водкой вообще рыба даже на 50 метров не подходит а мне димон ролик показывал просто там этот мужик пиво так вот льет пиво это пиво а вот водка вот почему-то вот разница пиво потому что она видать его этот солод ну как бы хлебный запах хлебный а вот водка это же она же должна пшеница пшеничная личная она же перегонка получается другая не на горит если немножко то она дает этот запах брожения и рыбы привлекаются с водкой сколько мы не экспериментировали блин хочешь чтобы у тебя никто его сосед никто не ловил берешь кусок хлеба прям буквально там не не знаю пол рюмочки пожамкал и ему под поплавки хоп бросил ты будешь сидеть таскать он будет сидеть покурить там пару капель я буквально добавил для аромата понял но я тогда день тут расчищу сейчас 7 не знаю это анекдот какой-то нас с ней приходит мужик на рыбалку с лопатой да да просто куда ее бросишь ее сворую чем можно до просверлить дырку его включить надо что-то он как-то не не сверлит а а понял я думал можно нажать кнопку какую надо чистая механика как и лучше наживить целиком или кусочек оторвать о не знаю я на оливки коза не ловил о я крючок какой это на акулу это мне димон дал подпись ну есть разница не ну я мгру щуку начало ведь он говорит ну вот на держи донку он грузила другое повесил там другое было большое он горит на держи там все закидываем крючком без разницы но димон сказал не должно клевать он горит ловил он еще он еще этот способ горит на бутылку йогрит переворачиваешь туда вон а дырочек на делал горит вода ну напитывается запахом туда как сыпется и рыба приходит и клюет вот он не этот как его как это называется в интернете ты когда в этом подкалывают друг друга да не знаю не вроде серьезный мужик так-то рыбак серьезно на полном серьезе сходи ведро компрессии а чё такое компрессия есть автомобильный двигатель у него ходит поршень на цилиндре и в момент сжатия когда воспламенение происходит здесь приезжается получается компрессионный удар за счет этого машина едет и вот этот вот компрессионный удар это просто сжатие воздуха и некоторые говорят сходи в ведро компрессии принеси вот так-то сжатый воздух ведро принесет а как рыбу на него ловить так ладно все стёп называется стёпа стёп а стёп понял я думал стёпа он-то его дима зовут я думал может знаете хорошо не сказал на маски на трехдневные это надо будет рассказать говорят не поймаю я чувствую рыбу где-то рядом это котлеты да какие-то сухари панировочные и мотырь на котлеты сырые куриные похоже на котлеты тоже в них обозят чего туда надо насыпать да и получается рыба приплывает это называется прикормка рыбалка это дело такое за один день не научишься я особо не рыбак дима вчера говорит ну и дигарит попробуй он любил негрит удочка все есть гараже он дал мне удочку все это я верю эту стебанулся потому что это не удочка что думаете не поймаю на смерть смерть насмешка а насмешка и долго вот ждать надо ну пока клюнет до вечера она клюет всегда или вчера или завтра а на какую а на какую глубину примерно выставлять до дна там дальше смотреть опускать надо до дна на малышку на малышку отчет что за малышка чуть такое что за малышка чуть такое мормышка есть вот просто крючок да а вот к нему там грузила коричок к серого и так далее называется ну вот она маленькая поэтому малышка если не не малышка мормышка я думал просто крючок появился это с годами все приходит вот и ловить но вот этот прикол с лопатой это это что-то с чем-то просто не клюет что-то чего не клюет кто тебе сказал что на оливке можно чего-то поймать друг димон мы с ним вчера сидели он говорит иди попробуй полови попробуй вот тебя и заслали что думаете ничего не поймается конечно вот сейчас есть попадется мелочь какая-нибудь вот надо за хребет сажать и тогда может быть толк будет вот это вот у нас что есть вот рогоз есть желуди допустим дубы с краю растут есть муравьи которые ползают есть червяки вот на этом можно ловить нажал оливки это надо в эту в испанию ехать у них там кругом айти оливковые рощи на личинку репейника вот он и говорит что лучше удивлять как бы она рыба уже как бы она закормлена всеми этими штуками но типа привыкшая вот если что-то такое диковинное то чтобы удивить этим мест этим надо кормить неделю люблю это когда ты снова приходишь с новой насадкой она 1 она наоборот что думаете ничего не поймается метка я говорю это кто-то стебанулся просто да он вроде рыбак профессионал вот она поэтому стебанулся от берега ловит мужик и этот видный раз приехал на что ловишь а у него в садке виду рыб много подлещики там такие с ладошками круг иначе начало что говорит ловишь на хозяйственное мыло на литье на следующий день этот мужик сидит с другой стороны понтона с другой стороны понтон кусочками насаживает и чё реально клюет какой прикол а сейчас будете сюда уже да попробуй а тут прикормил но ловить еще не ловил я оливок тоже накидал прикормил хлеба еще кинул туда не знаю поймается не поймается начнет оливок я говорю это вас кто-то обманут думаете бесполезно вот если допустим на мадагаскаре обезьяна она кушает папайю то она кушает эту папайю привези ее сюда в москву она зачахнет мясо и яблоки есть не будет белка грызет кедровые орехи то она и привыкла к этим кедровым орехом но как у нас в москве оливки они же не растут нигде рыбы-то в магазин не ходит она ест то что у нее есть вот вокруг то есть вот если она ил поднимает рачки и мотыль а в крайнем случае хлеб а хлеб это ну та же самая крупа которого с дерева на оливку не бесполезно да получается раздумал если удивить ее вот она как бы но много всяких придурков которые экспериментируют когда у рыбы идет жор там хоть носок с ними сейчас не жор она же голодная зимой тоже сейчас глухозиме сейчас самый плохой клев сейчас оливка я горю этого собрана не вкус у меня дима так и сказал бери ты вот попробуй ты горит червяка пробовал на вкус вот попробую ловлю как может получится а еще лучше салат оливье да может посмотрите может я там неправильно чего еще правильно просто это на оливку никто ну пойдемте подскажите может я там неправильно подсказывать клюнет никто это ну пойдемте вы посмотрите хоть может еще и правильный делаешь эти сговорю мин мин на оливку никто не клюнет вот лучше под возьми ну пойдемте покажите сразу как чё делать смотри червячки идти на да пойдем покажите первый раз хотя бы что потому что я я вообще не это но вот крючок насаживаю вот я бутылку получается подкормить закинул чтобы корм как бы сыпался туда так накидал ну чё тут не дергается что-то что-то как-то туговато идет зацепилась что ли зачет чё за ума чё-то не вылазит хочу это ни фига себе вот это ведь это кто карась не этот сазан фазан и карп карп смотри на оливку а я думал блю правда прикол так что лови дальше ни фига себе так все я молчу и и оказывается диван на эсперт карп может ночью это зимой взять на все что хочешь вот это да вот это подожди в эту не убирай далеко дай сфотографирую а куда я его уберу в карман не влезет и запиши на липу а чё с ним делать теперь как чё жарить жарить почистил и пожарил что-то он какой-то сонный только зима они всегда такие зима он вообще по идее дрыхнуть должен вот это ты его удивил значит да ну вот дима так и сказал говорит оливку надо или что-то такое удивлять говорит вон она оливка вот это фазан да вот это рыба чё на этого не будем пробовать на червячка не ну это ни фига себе если такое клюет и честно говоря прям я в шоке я вот так еще подкормить поставил дичкой туда ни хрена себе фазана поймал да однако блин вот и век живи век учись а чем они с начинки не просто без косточки все-таки рыба есть уже час я тогда побегу мне еще на работу чем аж оставлю вам а то я как бы не бери да не я с работой это нет ребят угости это да кто-нибудь пожарит в это держите место спасибо вам за советы чего вам оставить оливки у нас если даже клюнуть мы просто на свои лески не вытащить у нас лески у меня он стоят 0 0 8 у меня единица и тоже 0 1 0 0 8 но для тех кто досмотрел до конца бонус сейчас стёпа подойдет спросить а шо тут собственно произошло и незаметно снимет всю реакцию рыбаков на телефон а чё произошло здесь слышал какие-то корректоры на ли на оливку зеленые я зеленые ягоды оливка оливка маслины да 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 масли это пришел вот человек пришел к нам утром с лопатой дырку пробурал достался карман обмотовил с леской там с с полмиллиметра 0 5 какой там наверно двойка на него леска и крюк такой вот оливку насадил но сначала дергал что-то мы положил мы разговариваем пришел а у него уже удочка туда не ушла это готовила чуть не улетел куда он вытаскивает не вот он ушел рыбину оставил вот открыл у него конечно капитальный 4 14 там я даже не знаю какой размер чтобы чтобы были на оправду так вот если начать рассказывать кто на оливку на царе тоже оливка вот пропитана ему ему кто-то сказал что на оливку он первый раз он первый раз пришел на рыбалку ему друг с кем он работал работал он такой парень я так понимаю что легковерный человек да есть люди которые вот из леса вышел ему еще не говорят мы рассказываем между собой он будет оправдан да правдан днем ты степа это вот так взял и карпович он оставил она видно оливку сыграл целиком и насадил там крючок находит ну чё видали как я карпа на оливку поймал а теперь смотрите как все было на самом деле сначала мы поехали в магазин за живой рыбой но чтобы довести рыбу живой нужно подготовить аквариум вот так вот раз вот так вот два а тут жужжать стал кислород пошел и я пошел магазин здрасте а можно нам карпа поймать покрасивее какого-нибудь знакомьтесь карп анатолий спасибо большое его восемьсот вышел два килограмма сейчас к пусть в это стекло прикинь кадр главное чтобы как остался жив это опять мы с карпом аккуратно он живой может дернуться я монстр не лезь поехали на рыбалку пока рыбаки не разошлись быстро надеваем сапоги штаны куртку и готовим оборудование а вот стёпа надевает сапожки чтоб не заморозить к окошке бутылка тут дырки пропечатаны все так переворачиваешь вкусняшка сыпется в лунку и рыба приманивается понимаешь когда все готово выдвигаемся на позицию сейчас стёпа найдет рыбаков кстати вот и они поставит палатку пробурит лунку приготовит оборудование и будет снимать так чтоб его никто не заметил теперь мой выход дворник володя выходит на тропу рыбалки здрасте чё клюет но это вы уже видели а и самое главное как рыба оказалась в моей лунке кстати рыбу штаны совать я учился в тибетском монастыре пять лет но я думаю оно и видно по моему лицу главное чтобы рыбаки не заметили ковыляю до своей лунки насаживаю на крючок готова